Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. Сегодня у нас на прямой связи генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин. Добрый день, Владимир Анатольевич! Спасибо, что согласились выйти с нами на связь и дать нам интервью. Владимир Анатольевич, 12 июня в День России была учреждена Международная ассоциация евразийской цивилизации. Наверное, день тоже очень символичный. Уже заявлены некоторые цели, задачи, идеология. Заявлено, что речь идет о реинтеграции на постсоветском пространстве. Можете подробнее рассказать об идеологии и задачах ассоциации? Ну, прежде всего я скажу, что действительно событие было наглое. Только потому, что это было 12 июня, в День России. Ну, прежде всего, потому что это было в Крыму, и там собрались представители государства на постсоветском пространстве. И в России, и Армении, и в Кыргызстан присутствовали в Редакторе. Напомню, что в это время в Крыму проходили и «Русского слова», такой фестиваль. Он был посвящен 202-летию для рождения Мушкина. Ну, и там же делается реводистский клуб, который уже не первый год проходит и постоянно обсуждает факультеты. В связи с реинференцией постсоветского пространства, где-то в Редакторе в Кыргызстане выступал Айтолич Кыргызстан, от имени наших ассоциаций, которые предпринимали участников Редакторе в Кыргызстане. Создание конференциации проявляется в каком-то смысле жирен и выражение того, от чего Кыргызстан приводится в Кубе. А о нем говорилось о том, что необходим вывод индийской идеологии, который, по-моему, и по многим участникам. Увы, немножко с этим не согласны, потому что посчитаем, это такая идеология индийская идея. Или, по крайней мере, отвергнутся, и отвергнутся в режиме диалога между Арктией и Россией, прежде всего, потому что там уже, так называемый, евразийский, стульта Кыргызан, который, собственно, является пионером на протоколеологической идеологии. Я могу вам это определительно говорить, потому что в разных странах СНГ они работают с разными структурами, как Кыргызстане, Абхазии, Казахстане, Таджикистане, на Руси, естественно. Ну, это будет, как что, и в смысле перейти во всех остальных странах в том, что касается вывод индийской идеологии. Ну, можно тут преждевременно подробно говорить на эту тему, просто потому что, по крайней мере, в Армении однократно звучали некоторые бизнесы, которые имеют отношение к евразийскому единению, да, то есть к позициям, которые способствуют объединению евразийских народов, евразийских государств, и восстановлению этой позиции, этого подхода решено. Я думаю, что вы увидите, ну, напомню из истории, что у нас в постсоветском пространстве, вообще на евразийском пространстве уже очень редко существует какое-то прососедство. Выходили из самых разных структур, и мы знаем, что было в период Горгинской империи, когда от государства только парнировались на территории, а потом в период Горгинской империи, потом в период Горгинской империи, потом в период Советского Союза. И вот сейчас какой-то актив, который предполагает, что постсоветское пространство должно быть в другом виде, ну, что касается и общественности, такая полночка, вот что остается несменным, так вот это пространство, которое должно быть цивилизацией. Цивилизация – это такая сущность, что это структурное, экономическое территориальное общество. Разные стран народу послали в пользу, комплиментарные, и они являются следствием крупостроительского развития, которые степенно начались межкультурного межкультурного международного, международного, международного взаимодействия. Мы видим, что в крайней мере экономический союз сегодня он сформировал именно на Дубарнии, цивилизационные, то есть наиболее близкие к социокультурному отношению международного государства. Они, вот, этапы сатуртической радости, например, 70 лет, то есть их этапы более тесного социального социального, прежде всего на экономической платформе, информирующей тоже. Это в радости сатуртического союза. И вот здесь такие очень тесные связи припали с и, опять же, на базе общества, такой компенсиональный, религиозный, христианский активность, отлучивающий к Армении и России. Движение, которое в Армении, как на генал «Сильный Армейский» вместе с Россией, которое вызывает «Ахайп» и «Сильный Армян», оно, собственно, инициатором создана эта консультация. И сегодня начинается с присоединения с разных людей из Дубка, это государство, которое разделяет местные. Сегодня часто говорится о том, что ведется геополитическая борьба между цивилизациями. Каким образом вы видите обеспечение цивилизационной безопасности и суверенности между цивилизациями? Ну, борьба между цивилизациями, она происходит не только в виде исполохновений, каких-то противоволечий конфликтов, но и в виде конкуренции. Конкуренция, она может быть и вполне такой мирной. И мы можем заметить, что Россия, да и вообще как евразийские экономические стоют, растить с ее соседями. А находится очень такой принципиологической ситуации, когда не случайно называют евразийских фронт-массов так, да, то есть пункт промера. Потому что в нее расположены другие цивилизации, которые в каком-то смысле даже осуществляют эксплуатацию в нашей цивилизации. И мы имеем в виду, прежде всего, конечно, европейских союз, это у нас Славский, и в данном сплетающих, в том, что страны у нас штата Невики на востоке и так далее. Поэтому в таких вот условиях, когда каждый цивилизации активно развивает, ты, конечно, даже подумаешь о нашей цивилизации бродицкой, и о наших цивилизации опасности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Какие мы будем обеспечивать безопасность? Это разговор на самом деле о том, что необходимо, в первую очередь. Но самое главное, конечно, обеспечение суверенности союзства, страны, которые в него входят. Вообще, мы просто одну, которая находится в этой цивилизации, которая нас уважает, особенно западная цивилизация, она не имеет специальность в политике, а на самом деле относится к тому, как стопаду иргутского простого наства, как к своей колонии и полной колонии. И мы прекрасно понимаем, что каждый из наших страны, и Аммия, и Россия, и Грузия, и Украина, и Болдовы, испытывают очень сильное давление, очень сильное влияние на народные структуры. И решит даже не только сотрудничество, потому что не только сотрудничество, а в том, что экономически сильные цивилизации пытаются навязать не только свою экономическую модель или на пол. Это еще, как бы, куда ни пришло. В том числе и ценности. А некоторые главы не очень-то годятся для постсовестных политиков. Потому что мы привыкли жить в сотрудничестве с политическими церквями, с политическими церквями, с политическими церквями, с подсознанными вкладами. Поэтому, когда, например, отношения с Армей, с Россией, с другой стороны, в постсовестном пространстве проводится активная политика на основе тех представлений, как государство, скажем, в Европе. Вот для нас это не очень приемлемо. И у нас эта гендерная политика активная. Нам нужно нарушить этот характер. Потому что он решает силы, вкладывая точные предприятия генетарпических ситуаций. Мы знаем, что чисто всех стран политического союза, стран западного типа, то есть Армении, Россия, и Белоруссия снижаются, еще более компонентно снижаются 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 снижения, которые будут открыть и проинтеграции. В общем, также снижаются снижаются снижения и достаточно динамично в странах припал и как бы тоже откуда участвуют в первой интеграции. Поэтому, с одной стороны, можно, наверное, посмотреть о взаимодействии с Европой, в конструктивном смысле, и этим нужно заниматься. С другой стороны, вот так, слепо прикидывая ценность, связанное с генетарпическими, оно чревато самыми разными этими способами. вот что касается безопасности, значит, первое, самое главное, в течение предыдущих нашей территории. Второе, в течение и с координацией действий по советскому страну. Целизация своего развития и, конечно, взаимоподдержка, координация усилий, умерорование единого экономического Сохранение укрепения организма, который частично сразу начался после праздников Союза, после они остались, хотя активно развивается речь пригодичных трудностей. Вот это все основания для того, чтобы говорить о наличии посылок для нашей цивилизационной реализации. Ну и далее, третий очень важный момент, конечно, по-любому суверенности и по-любому единии – это, конечно, некая опция Баттона. Учитывая, что сегодня на цивилизационной пространстве нет общей экономики и, наверное, нормально, что и по традиционным смыслам, возникает вопрос, а вокруг чего тогда будет такое мировоззренческое политическое мнение, да, страны Международного Союза и других евразийских стран. С моей точки зрения это будет происходить вокруг кондиционных ценностей. Все мы прекрасно понимаем, что в Евразии, в Восточной Европе и Северной Азии ценности формировались в тысячелетии. Все эти ценности компрометарны. В общем, наши страны, самые разные советские страны, являются примером мирного, тесного сотрудничества. Да, если это таким экономическим планом, в одной территории и в том живом давали плоды. Вот это все, мне кажется, очень важно узнать какого-то, ну, по мне, да, в эпоху экономической стабилизации. Так что, я думаю, что очень актуально вот это решение на создании международной ассоциации военно-19, потому что под ней есть совершенно такие объективные основания. Каким образом вы видите воплощение идеологии ассоциаций, если вот в частности в Армении учредители ассоциаций, они не представлены во власти, также не участвуют в парламентских выборах? Как это будет продвигаться? Ну, международная ассоциация, она же не имеет никакого отношения к вас. Это такая общественная инициатива, инициатива общественного движения армянского. Сейчас разные структуры общественного характера к этой инициативе подключаются. Но это называется общественными дипломатами на самом деле, да. Есть ли такие социальные и государственные органы, межгосударственные органы, как правительская экономическая комиссия, например. Конечно, они со своей стороны занимаются реинтеграцией в экономическом плане. Есть линии интеграционной структуры, которые, то, что так или иначе занимаются вопросы межкактурными, взаимодействиями междунациональными, взаимодействиями между государством и так далее. И способствуют процессу интеграции от советского пространства. Но это задача государства, да. Правительство, различных государственных институтов, межгосударственных. Это, как бы, не наша задача, поскольку мы часть общественного процесса. Мы можем только посодействовать процессу на своем уровне. Поэтому воплощение этой диалоги, ну, во-первых, эта диалоги, опять же, она не носит официального характера. То есть ее же никто не вырабатывает в таком пространственном уровне. Она не спущена сверху каким-то сторонам. То есть, на самом деле, есть инициатива, есть сторонники, которые подтверждают эту инициативу. А есть единомышленники, которые, то есть, примерно так же, как, например, Айк Борисюк, уходяк, который в Павел Дарвале, Крым поставил задачи перед этой ассоциацией. И сейчас продвижение этой диалоги, оно достаточно простое. Это некое общественное движение, которое помогает и просто забирает от своих сторон, постепенно будет поставить каким-то контентом. Потому что мы по сегодня Крыму сформировали, это сформулирует очищение. Двенадцатый, в принципе, главный самый диалог, который, в первую очередь, уже будет опубликован и открыт. Это все для обсуждения, потому что сегодня и двенадцатый, завтра может быть выше или меньше. Есть некая аналогия, потому что мы помним, что, например, в советское время, вот, например, был комморальный кодекс таки коммунициума. Вот он как раз в двенадцатом тринадцатом описывал этот комморальный кодекс. Очень сильно коррелировал, кстати, с заповедями поисей. Вот, как бы такая периодичка была между такими библейскими заповедями и советскими заповедями. Все из них нет смысла отказываться в нашем мире. Вот, ну, смысл их немножко обновить, переработать, с учетом ситуации. Ну, там, Евразийская Ассоциация, где заповедение от двора кодексов, как-то модернизирована. Но, кстати, он уже в новой обстановке, то политической, жесткой, исходя из своего противостояния, исходя из этой ситуации, в которой показались наши страны сегодня. Вот. А это материально обсуждение. Так что мы сейчас фактически начинаем представлять нашу территорию. Вот, ну и будем надеяться, что она будет урастать постепенно самыми разными предметениями, дополнительными. Вот. На окно береги долгой организации. Владимир Анатольевич, всего через несколько дней состоятся внеочередные парламентские выборы в Армении. Некоторые эксперты говорят о возможности каких-то гражданских столкновений после выборов, по итогам выборов. Некоторые говорят о вероятности проведения второго тура. На Ваш взгляд, что будет после выборов? Как будут развиваться события? Ну, я думаю, что, конечно, провокации у Вас были. Вот. Наверное, не бывает выборов без провокации какой-либо страны. Вот. А, к счастью, в Армении вот последний месяц происходило такое взросление общества. Ну, это очень важно, чтобы эти выборы осуществовали имя, по крайней мере, оппозиции. Чтобы и 30 партий, и 40 партий шли на выборы и устраивали между собой баталии, а потом, в итоге, не бросала бы ни одна. Да, и Астана только как есть. А что бы вы отметили, что, как позитивные балансы, вот, формированный блок Айястан и несколько других таких крупных блоков, что происходит с летацией из Галина, по факту, Нагазинстану, там, есть идеи, там и так далее. Вот это некое укрепление, такое, организация, которая, с моей точки, люди и 5 стран, потому что чеки активности, вот супер, такие неорганизованные, какие-либо чеки активности. Входим с улиц, какие-либо работают активную. Вот. И я думаю, что, по крайней мере, с этой стороны Вряд ли, возможно, какие-то тракции, какие-то последние ситуации. С другой стороны, я думаю, что ситуация такая неопределенно, неоднозначная. И мы будем сказать, что очень крупный баланс сил сегодня туда выйдет, что на самом деле, те, кого не выгодны, этот баланс нарушать. Потому что ситуация может пойти не в какой-то вариант. Какое-то быстренье обстановки в армии и условия поствоения. Конечно, это переживание. По крайней мере, ведущие силы это понимают, что это не нужно. Очень хотелось бы, чтобы как радикальные силы, к счастью, не ноги, чтобы эти радикальные силы тоже ходили бы, условно, то есть ситуации, в первой выборке, во время мира, после них. И, факт, если на своих мертвых случаях, если это не попадут в заново и сам в храме, то я все-таки верю к тому, что нас стабилизирует политически, что произойдет некий бизнес-процент и самостану парламента, и взаимодействие политических сил. По крайней мере, лидеры Аястана, например, говорят о том, что мне есть один проект, если они идут в первом ходе выбором, каким-то образом преследовать своих противников, заниматься реваншем и прочее. В принципе, я думаю, что так оно и будет. Поэтому я думаю, что спокойно относится к тому, что происходит сегодня в маркетинге. Считается, что основная борьба ведется между нынешним премьер-министром Николом Пашиняном и бывшим президентом Республики Армении Робертом Кочаряном, его блоком «Гайастан» в случае избрания одного из двух прецедентов очередным премьером. Насколько будет отличаться путь развития страны? Ну, я думаю, что, наверное, в немецкой кого-либо из них рано говорить. Почему? Потому что ситуация очень неопределенная. Даже если, ну, конечно, так и будет, что главные силы политические будут, политические будут в руке, с одной стороны Никола Пашиняна, с другой стороны Роберта Кочаряна, я думаю, что не сто процентов, что кто-то из них выбил избран премьер-министра. Потому что возможны какие-то компромиссные варианты. Поэтому, мне кажется, нужно дождаться результатов премьер-министра. Но, в любом случае, даже если премьер-министр будет вновь повторный избор Пашиняна, то в любом случае политика не будет приемной. Я думаю, что он вынужден внести какие-то коррективы в свое мнение политическое. А что касается другого происхода, например, министр Кочаряна, ну, конечно, политика будет достаточно сильно отличаться политика проекта. Потому что происходит сегодня, потому что мы, как классно понимаем, что правительство обменей достаточно как-то сильный фонд, так называемый, как отец, у нас вы сотрудничаете с личными зарубежными организациями, с западами, прежде всего, да. Очень здорово, когда это правительство, были отношения с и все-таки позиции будут связаны с тем, что, наверное, правительство подъявлено начало, и Польша премьер-министр на Россию. Ну, а если будет какой-то третий, то, понятно, тоже правительство будет предприниматься тем, кто с термистом. В любом случае Армению без изменений. Владимир Анатольевич, что касается Карабахского конфликта, в поствыборный период, в зависимости от победы одной из сил, какие перспективы развития этого вопроса? Ну, пока у этого вопроса перспектив нет, потому что мы понимаем, что Карабахского конфликта в тупике. Есть совершенно разные позиции в отношении судьбы РЦА правительств. Есть сторонники, где-то, в радикальном точке зрения, которые приводят на более активные позиции, что не ни с каких-либо поясе, ни с западом. Которые, даже такие высказывания, связанные с тем, что там премьер-министр, которые должны стоять представители каких-то других стран. Крузии, да, или стран НАТО. Очень много точек зрения существует на сегодняшний. И творящий этот угол, консервированной позицией руководства на сегодняшний день. В принципе, занимало, в принципе, другую правую линию, чем то же самое правительство Пашиньяна. Вот. Поэтому мне как раз нравится сегодня говорить в контексте тропармации. Вообще, наверное, не нужно говорить только о перспективах Овцах. Я думаю, что, как предпосылка, обсуждать этот партнер воздушный, после того, как правильные выборы, и более менее понимать, что это представляет собой новую армянскую паспорт. Украинские новые законодательные армянские паспорт. В зависимости от того, кто доминирует в национальном сохранении в будущем, кто будет в правительстве задавать, кто в армянской паспорт. Варианты решения партнера. Владимир Анатольевич, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо вам.